В первом квартале текущего года в области сложилась непростая ситуация по выполнению прогнозных показателей и заданий, установленных на 2014 год. Среди них есть как те пункты, выполнение которых идет согласно графику, к примеру, воловой региональный продукт и среднемесячная заработная плата, так и те, которые пока находятся в списке отстающих. И подобное положение дел не может не вызывать опасений, так как итоги года во многом закладываются именно в его начале, и такой старт сложно назвать удовлетворительным. Не выполняются по итогам января-февраля текущего года показатели по экспорту товаров и экспорту услуг. За январь-март снижены по сравнению с аналогичным периодом 2013 года объемы промышленного производства на 3,9%, воловой продукции сельского хозяйства, в хозяйстве всех категориями 2,9%, в том числе в сельхозорганизациях на 1,2%. Подрядные работы снижены на 4,4%, инвестиции в основной капитал на 2,8%. Вопросы есть и в сельском хозяйстве. Погодные условия сегодня не являются фактором, препятствующим наращиванию темпов производства. Скорее наоборот, но тем не менее, в ряде районов области начало этого года можно считать слишком неспешным. И такая нерасторопность может сказаться на результативности работы всего аграрного комплекса. Это для того, чтобы районы определились, что у себя уже все-таки нам необходимо проводить оптимизацию сельхозпроцессии с тем, чтобы все-таки концентрировать и технические, и финансовые возможности с целью наращивания объема производства продукции в последующем. Повышение заработной платы бюджетников в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта – еще один из вопросов, которые были рассмотрены в ходе заседания. Особенно это касается младшего и технического персонала, уровень зарплат которых вне зависимости от сферы работы еще очень невысок. И санитарки, и воспитатели еще, клубные работники, музейные работники, артисты театра, еще уровень оплаты очень невысокий, если говорить о культуре. Но и социальная защита, социальный работник, который постоянно работает на дому, очень тяжелая работа, и санитарки, социальная защита. Причин, которые спровоцировали подобное положение дел, немало, но большинство из них устранимы, при условии того, что у руководителей на местах действительное стремление изменить ситуацию в лучшую сторону. Тех же, кто не заинтересован в результативности деятельности того или иного предприятия или структуры, уже по итогам полугодия могут попросить освободить занимаемую должность. Мера радикальная, но порой необходимая для улучшения и ускорения темпов работы. Все говорят о том, что вырулить по всем направлениям, кто в течение четырех месяцев, кто в течение пяти месяцев, но ни один не сказал, что по первому полугодию где-то будет какая-то задолженность в плане выполнения прогнозных показателей тем или другим регионам. Поэтому я хотел бы, чтобы как раз мы это услышали сегодня. Не для того, чтобы услышать, еще раз хочу повториться, а чтобы оно было видно реально, насколько ваши слова не расходятся с делом. Списывать свои недоработки на то, что год только начался, сегодня уже не получится. Прошел целый квартал, и итоги, подведенные во многих сферах и областях, должны стать не просто очередными сухими статистическими данными, а руководством к действию. Время для устранения имеющихся проблем еще есть. Осталось только определиться с наличием желания работать. Продолжение следует...